Каждый новый православный храм – это свидетельство и воплощение живой веры. У каждого есть своя неповторимая история создания и люди, с которых всё начиналось. Храм Святой Живоначальной Троицы в городе Бресте – не исключение. Желание жителей микрорайона Речица иметь свой духовный покров было услышано и воплощено, несмотря на многие трудности. Без воли Божьей, конечно, ничего не бывает. Потому что, в принципе, всё было трудно. Побегать пришлось и поработать пришлось, и физически, и так. Не думала, что доживу до этих времён. Слава Богу, построился храм замечательный. Вы понимаете, и для меня лично, что это мой родной дом. Этот храм стал вторым домом для каждого из прихожан. Здесь все друг друга знают, а деньги на него собирали, что называется, всем миром, как могли. Но самые серьёзные хлопоты легли на плечи настоятеля – отца Евгения Черникова. В дни возведения храма его часто можно было увидеть на строительной площадке. Батюшка лично контролировал каждый этап – от фундамента до отделки. И его же руками расписаны стены храма. Да, было непросто, но с Божьей помощью удалось реализовать всё задуманное. Если бы не эта благодать Божия и помощь Божия, ну ничего бы мы не могли сделать. Потому что нет ни спонсоров, ни благотворителей, никого такого нет. Это всё только на народные деньги. Не очень надеялся, да, грешил, что не надеялся. Мечтал только о том, что хоть одну литургию я произнесу – благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. Общими усилиями, благодаря покровительству Святой Троицы, в честь которой назван приход, теперь здесь стоит этот величественный храм. И даже не верится, что настал долгожданный день его освящения. Событие, важное для епархиальной и приходской жизни, случается всего один раз. Именно поэтому к нему такое внимание. Участие в торжественной службе принял архиепископ Реский Кобринский Иоанн. Из его уст в этот день звучали слова напутствия в адрес настоятеля и всех, кто участвовал в нелёгком деле возведения храма. Освящение храма – это действительно событие. Событие в жизни епархии, белорусской церкви, я думаю, что всей русской церкви. Я всегда говорю о том, что когда освящается храм, ещё один духовный корабль пущен на воду, ещё одна лампада зажглась в духовной жизни нашего народа, нашего Отечества, нашей епархии, нашей церкви. Чем больше храмов, тем меньше будет тюрем. Надо делать всё для того, чтобы духовно воспитывать человека, возвращать его к истокам своего бытия, потому что мы образы подобия Божия. Надо делать всё для того, чтобы наше общество, наш народ был привит духовно. Слава Богу, что осветили наш храм и очень долго ждали этот момент. Прихожане нашего храма и люди нашего прихода, сестричества, очень много потрудились во славу Божию для этого момента. Мы рады, что приехал владыка, всегда рады его встречать, видеть, всегда рады видеть прихожан в нашем храме. Ну, долго служба велась в старом храме. Наконец-таки наша мечта свершилась. Праздничная служба завершилась крестным ходом. Людмила Логодич, Эдуард Бокунович, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.